Здравствуйте! Вот мы уже пишем с вами 36-й и 37-й диктанты для 3-го класса по сельфеджио. Первый диктант будет написан в тональности Реми Мор, и впервые мы с вами напишем диктант не на 8, а на 6 тактов. В 4-м классе у нас будет больше таких диктантов, поскольку у нас такие требования для поступления в 5-й класс, либо 6, либо 4 такта, но проигрываний будет уже не 10, как раньше, а всего лишь 6. 5-6 проигрываний для 6-ти тактов, поэтому будьте готовы написать этот диктант быстрее. А второй диктант традиционный, 8 тактов, тональность МИМИНО, 2 строчки расчерчиваем. Когда вы пишете 6-ти тактовый диктант, вы можете написать 4 такта на 1 строчке, 2 на 2, либо по 3 такта, ну как вам удобнее расчерчивать. Так, давайте мы распоемся перед диктантом номер 36, Реми Мор. 7-й при ключе, пожалуйста, поем вверх мелодически и вниз натурально. 7-й при ключе, вверх мелодически и вниз натурально. Давайте споем с вами сута. Ага, интересно, мы успеем пройти к этому времени обращение главных трезвучий, когда будем писать этот диктант? Ну что ж, придется. Уже давно я хочу взять эту тему. Мы пока что прошли обращение тайнического трезвучия, а субдоминантового-доминантового нет. Но тем не менее в этом диктанте у меня есть субдоминантовый секс-даккорд. Можно, если даже мы не знаем, где он строится, еще пока не выучили. А вообще очень легко запомнить. С-6 на 6. Субдоминантовый секс-даккорд на шестой. Три С. Субдоминантовый секс-даккорд на шестой. Обычно ребята именно этот аккорд запоминают то, что помогает эта подсказка. Значит, С-6 на 6. С-экдаккорд это терция плюс кварт. Вот у вас Ре и еще в шестой ступени. Шестую ступень очень быстро найти. Два шага вниз сделать. Ре, два, си, бемоль, вот и шестая ступень. Терция плюс кварт. Через нотку, через две. Си, бемоль, Ре, са, Ре. Вот мы его испели. Так, и давайте еще верхний титраккорд. Правда, снижающийся ля. Мелодический вид. Верхний титраккорд вверх, мелодический вид. Ля, си, бемоль, до, ди, с, Ре. Вот запомните, си, бемоль, забудьте поставить. И октава вверх. Ре, Ре. Так, значит, диктат коротенький, который на шестой статок. Определяем размер и пытаемся его записать. Такой интересный титрак получается. Вначале движение, движение, какое-то лезь. А в конце замедляем, замедляем. И уже совсем крупные длительности. Ну вот так вот почему-то мне захотелось в этот размер. В какой размер? Такты объемные. Это 4 четверти. Давайте послушаем снижение ровнее. Вот сколько оно у тебя в такте. А дальше уже замедляем тисконечку. Всего 5 нот. И вот наконец 4 пятая. Вообще всего 3 ноты. И в шестом тоже. Ехали, ехали, двигались, а потом устали, замедлили. И закончили очень плавно и спокойно. Давайте вам сыграю диктат номер 36. Контрольный раз. Контрольный раз. И диктат номер 37. Распоемся перед ним. Вверх гармонический и вниз гармонический. Тоническое трезвучие вниз. А теперь ход 5, 2, 5 вниз. Квинтов такая получается доминантовая. Крайние звуки доминантового трезвучия. Само доминантовое трезвучие. Си, ре, ди, с, фа, ди, с. А мы споем только квинту. Фа, ди, с,и. А теперь септиму вверх. От си на 5 ступени септима. Си, ля. Тонический секс-таккорд на 3 ступени. Терция плюс квартая. Соль, си. Так, субдоминантовое трезвучие, которое с ним соединяется. На 4 ступени. Соль, ля, да, ри. Так. И доминантовое трезвучие, правда, вниз. Фа, ди, с,и. Не забудьте поставить ре, ди, с. И оттава вниз. Так, слушаем диктант номер 37. Определяем размер. Играем вам первый раз. Я специально взяла быстрый тем, потому что этот диктант он такой вальсообразный. Ой, видите. Вот прям можно будет аккомпанемент установить. Кстати, а задалка я своим ребятам подобрать аккомпанемент к этому диктанту. Почему бы и нет? И сделать такой небольшой вальс. Ну, если это вальс, конечно, размер у нас какой будет? Три четверти. Кстати, вы тоже можете подобрать аккомпанемент. И в комментариях аккомпанемент написать последовательность аккордов. Функции. Тут у нас за пределы главных трезвучий ничего не выходит. То есть тоническая, субдоминантовая или доминантовая. Так, слушаем диктант, поделили размер у нас три четверти. Начали с пятой ступень. И у нас сразу неровные три длительности. Первая чуть-чуть длиннее. Получается четвертая точка восьмая четверть. Так, ну что? Мы с дирижированием послушаем. Раз. Чуть ступень низкая. Раз, два, три. Простите, я все время что-то хочу сделать. Но почему? Потому что в первом такте у меня четвертая точка восьмая. И мне хочется в третьем так же сделать. А вот нет, я не так написала. Поэтому сейчас я просто переиграю. Раз, два, три. Такой вот диктант. Получился, ну, красненький, ну, чего, вроде бы. И играю вам диктанты на 37 контрольный раз. Да что ж такое? Простите, пожалуйста, еще раз давайте играем. Нет, не нажалась. Еще раз играю вам диктант на 37 контрольный раз. Диктант на 37 контрольный раз. Так, ну, вот прошлый диктант я сыграла вам три раза. Вам еще осталось его только три раза послушать. И уже нужно будет сдавать. А этот диктант мы можем традиционно поставить еще 6-7 раз. А мы идем проверять. Диктант номер 36. Ре минор 4 четверти 6 тактов. Все начинается с верхней тоники. Скачок на пятую ступень. Заполнили. И поступенно дошли до тоники. Ти-ти-ти-ри-ти-ти-ти-та. Так, дальше субдоминантовый секс-таккорд во втором такте. И доминантовая кварта. Такая вторая, пятая ступень. Эти звуки входят в состав доминантового трезвучия. Дальше следующий такт, третий. Субдоминантовая зона. Соль, селя, соль, ми. Дальше как будто секвенция, немножечко видоизмененное звено. Фа, ля, соль, фа, ми, ре. Тут субдоминанта была. Соль, селя, соль, ми. А тут тоника. Фа, ля, соль, фа, ми, ре. Кстати, тоже можно подобрать аккомпанемент. А дальше у нас си, бе, кар, до, диез, верхний тетрахорд, мелодический вид. Точнее, даже не тетрахорд, а две нотки вот этих мелодических. Шестая повышенная, седьмая повышенная, первая, первая. Если вы хотите подобрать аккомпанемент к этому такту, вам придется взять мелодическую субдоминанту, мажорную. Вместо соль, минор, а соль, мажор. Ля, мажор и ре, минор. Так, ну давайте я вам сыграю, послушаем. Как-то диктант так умирает, как будто мой ужас какой. Вначале был такой живенький-женький, а потом раз, и медленнее, и уснул. Ну ладно. Так, и тридцать седьмой диктант проверяем. Ми минорный. Этот диктант уже гораздо веселее, чем предыдущий. Тоническое трезвучие вниз. Доминантовое ломанное трезвучие. Видите, доминанта прям фигурируется. Дальше снова доминантовая зона. И тоническое, тонический секст-аккорд. Субдоминантовое трезвучие. И фа диас еще захватываем. Секс-аккорд тонически разворнутый. Соль, си, ми, соль. Доминантовое трезвучие вниз. Ну и потом вверх. И октава чистая вниз. Играю. Вот наши два диктанта. Тридцать шестой и тридцать седьмой. Не совсем традиционный. Помните, тридцать шестой шесть тактов был. А тридцать седьмой у нас вальцевый такой получился. Подберите все-таки к ним аккомпанемент. И я желаю вам удачи.